Капитанов, как бы меня звали, если бы я была супергероем. Но сейчас не об этом, поговорим с капитаном. С чем, с чем, а с конкурсом с капитаном нам как-то вообще не повезло. Дубровна капитанов далеко не под пруди. Ну что, нам, наверное, надо навести капитана на сцену. Знаете, одного мы нашли. Владимир Леонидович, выходите! Знакомьтесь, Владимир Леонидович Олег, отважный капитан, неисправимый оптимист, временно-безработный. Вопреки известной песне, он тонул не раз 15, а всего один раз. Опять же, вопреки известному суждению, он покинул суд на далеко не последнем. И, пожалуй, даже один из первых. Да, судно из-за этого, собственно, и стало тонуть. Конечно, странно, чего-то другие капитаны не вышли. Наверное, сегодня опять будет без интриги. Нет, ну мы, конечно, понимаем, что у вас нет капитанов, у вас нет маней. Но мы же нашли. Да и вообще, милиция-то есть в каждом городе. Встречайте, Михаил Андреевич! Знакомьтесь, Михаил Андреевич вместо работы в Дубровинске РОВД. Интересная история, как Михаил Андреевич получил звание капитана. Еще будучи майором, он пытался задержать начальника Дубровинского РОВД. Ну, все-таки у нас конкурс капитана нов, а не капитана. Поэтому Дубровно конкурс капитанов смотрим! Дубровно конкурс капитанов считается одним из сложных, хотя, не знаю, что сложного. Типичная ситуация. Пилиционер пытается посадить вместо себя другого человека. Вы спросите, а что вы хотели сказать этим конкурсам? Да ничего. Вообще не такая команда, чтобы наше выступление смысл какой-то вкладывать. Мы, как слепой лось, лягущий через горящий лес. Нас ведет судьба. Ну, и все-таки к теме конкурса. Если бы я была супергерой, меня бы звали Татьяна Леонидовна Марачева. Вы спросите, почему именно она? Да не почему! Мы вообще не такая команда, чтобы вкладывать в выступление какой-то смысл. Субтитры создавал DimaTorzok